Мурманск, как и вся страна, находится в ожидании праздников. До новогодних каникул осталось менее двух недель. Приближается пора отдыха для туристов и время напряженной работы для спасателей. Готовность спецподразделений проверил первый вице-губернатор Алексей Тюкавин. Зимние месяцы на Кольском полуострове – это время, когда все силы спасателей должны быть в состоянии полной боевой. Новогодние праздники – период еще более пристального внимания. Капризная северная природа повышает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. На базе Мурманского арктического аварийного спасательного центра МЧС прошла проверка готовности спецподразделений. Смотр строя провел первый заместитель губернатора Мурманской области. Самое главное, чтобы эти люди, которые эти задачи решают, могли работать эффективно, быстро и вовремя приходить на помощь всем, кто попадает в беду. По словам замглавы региона, техника отвечает необходимым требованиям. Но самое главное – это кадры. Ведь от каждого сотрудника зависит жизнь и здоровье людей, попавших в чрезвычайную ситуацию, будь то турист или житель отдаленного поселка. Ваше внимание было представлено техникой, на которой мы уже выполняли в прошлом году задачи. Это снегоходы, это волокуши, в случае необходимости, которые можно применять в тех районах, куда невозможно проехать. К сожалению, имела место быть автодорога на Серебрянской автодороге, на Туманной, на Териберку. Ну и ряд моментов был у нас на федеральной трассе. На смотре строя демонстрируют не только технику, но и новую экипировку спасателей. Одежду изготовили на российских фабриках. Специальные палатки, которые спасатели могут развернуть в любых условиях, оснащены генераторами электричества. Под этим мобильным покровом пострадавших и обогреют, и накормят. После осмотра техники в Арктическом аварийно-спасательном центре приступили к практическим занятиям. Они нужны, чтобы отработать взаимодействие ведомств на случай ЧП. Несмотря на полную готовность, хотелось бы, чтобы новогодние каникулы и зимние месяцы запомнились жителям Заполярья только радостными событиями.